Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Ювентус. Сегодня у нас два средних матча. Первый это против Кротоне, второй это матч против Самбдори. Против Кротоне я решил выйти вторым составом, против Самбдори выйду первым, потому что Самбдори мы сейчас видим в топ-6 команд, да и входит. Так что посмотрим, как сыграет сегодня Ювентус, посмотрим, как сыграют две интересные команды. Это Кротоне и Самбдори. Ну и посмотрим, может быть, еще одни хэт-трики мы сегодня с вами увидим. Итак, матч в самом начале. Марио Манджукич. На него сегодня будет главный фокус, потому что он одна из ключевых звезд. Ювентуса один из лучших бомбардиров нынешнего сезона. Практически играет наравне с Криштиану Роналду. Так, Кротоне начинает. Поехали. Здесь вот Марио Манджукич неплохо убирает на ложном ударе и Кардас спасает ворота. Будет у нас сейчас угловой удар. Есть такие же матчи, как и в ничью играют. Иногда 0-0 там, но... Отлично, Хадира. Пасом на Бернардески. Но прямо в галки прямо здесь вот спинозол. Очень близко было сейчас. Хороший был удар. И это пенальти, друзья. Пенальти. Маркизио дальним хотел ударом забить, но попадает в защитника. И мяч, скорее всего, попадает в руку. И прямо хорошо, что в штрафной он стоял. Да, естественно, в локоть мяч попадает. Марио Манджукич подходит к мячу. Ой, стрелочку не убрал. Извиняюсь. И прямо под мышку. Кардас пропускает, наконец-то, от Марио Манджукича. Марио Манджукич, если я не ошибаюсь, лучший бомбардир в Лиге Италии. Ну и выводит вперед Ювентус. Благодаря вот такому вот голу с пенальти в подмышечку. Обидный 10-й гол Марио Манджукича. С большим счетом. У-у-у! Марио Манджукич прямо по перекладине мяч попадает. Счастные! И пропускает, честно, на последних минутах. Давайте выпустим Криштиана Роналда, посмотрим. Вдруг он выведет вперед Ювентус. Вы нас мяча и все, это ничья, друзья. Обидная ничья. Вот так вот просто дали себя на растерзание соперника. И тот, вот вы видели, три удара, два в створ и один гол они забили. Не было у них никаких абсолютно моментов. Просто вот этот отскок и они забивают. Пьянича задачен, но сейчас там все-таки... Вот он в составе, поэтому против Санкдори выходим мы первым. Даже Роналду не смог, хотя и удар, но там не такой вот он и симпатичный был. Можно было и получше. То есть про Бедзинченко, 73 рейтинг. Становится неплохо. Ну вот поэтому Счастные во втором составе. Все думают, почему же Счастные во втором. Все-таки он лучше Алисона, даже без прокачки был. Но сами все видите. Итак, Манджукич 10 голов. Отлично. А Роналду на пятой строчке с шестью мячами. Попробуем догнать сейчас Манджукича. И матч против Санкдори. Итак, вот Санкдори. Серьезный соперник. Готовы отбирать очки. Даже Кротону получилось отобрать очки у Ювентуса. Но сегодня посмотрим, как получится у Санкдори. И Крещан Роналду и компания сегодня готовы завоевывать очередные три очка. Но у Санкдори на это другие планы. И симпатичная атака начинается. Белерин. И Дебала. Какой вот это симпатичный гол сейчас был, друзья. Белерин просто отдал пас в штрафную. И там уже его нашел Павло Дебала. Вот так вот. Еще у нас отпраздновали гол. Белерин здесь вот убирает. Дает пас напрямую. Дебала получает мяч. И в нижний угол ворот забивает аргентинец. Четвертый гол Павло Дебалы. Два гола осталось до Крещана Роналда. Обороняются только, наверное, Крещана Роналда. Поэтому вот и пропустили они первый гол. Потому что думали, что игра будет действовать только через Роналду. А вот и сейчас этот момент именно. Роналду. Отдает пас на Гарда Белла. Не пожадничал португалец. И гол забивает Гаррет Белл. Шикарную атаку развернули игроки Ювентуса. Ведут уже 2-0 к 20-й минуте. И вот так вот Дуглас Коста. Отдает на Роналду. Роналду на Белла. Здесь вот смотрите, как сделал еще и Роналду. Он, можно сказать, прокатил мяч ногой. И вот так, думая, что будет, голкипер думал, что Роналду будет под опорную ногу себе мяч перекладывать. Но он отдал голевую передачу. Гаррет Белл второй мяч за Ювентус в чемпионате Италии. Роналду. Ух, черкану. Довести до верного. Тогда уже спокойной душой идти забивать, пытаться второй. А вот так вот. Гол Крещано Роналду. Я подумал, что там был офсайд, но его, оказывается, не было. Вовремя отдал мяч Гаррет Белл. Сейчас мы на этот момент получше посмотрим. Вот этот момент. Выбегает. Ну да, 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 там верхний даже защитник был. И вот так вот шикарно Крещано Роналду в нижний угол с дальней такой дистанции пробивает в притирку со штангой. Седьмой гол Крещано Роналду в чемпионате Италии. Дуглас Коста. Но все. Победа со счетом 3-0. Гостевая. Важная. И уже подходит месяц ноябрь к концу. Это будет последний матч в ноябре. И в следующем серии у нас будет финальная шестая игра против Порто в Лиге Чемпионов. Также будет интересная игра против Интера. Тут просто два, даже три топ-матча. Это Порто-Ювентус. Порто-Ювентус-Интер и Ювентус-Наполи. Тогда главный будет матч. Потом еще и Рома под конец. Сладенько все будет. Здесь еще у нас будет кубок Италии. Еще пока что неизвестен наш соперник. Ну в феврале 4 игры. В марте тоже 4 игры. И в апреле 5 игр. Здесь 3. Но это потому что могут здесь еще плюс 2 игры где-нибудь появиться. Если мы там будем в Лиге Чемпионов дальше выступать. Давайте дойдем до матча. Проведем тренировку. Итак, Ювентус уже точно вышел в плей-офф. И все будет немного зависеть даже от игры с Порто. Кстати, Марио Манджуки лучший игрок месяца в Чемпионате Италии. Если Порто обыграет Ювентус с определенным счетом, то они выйдут с первой строчки. Если нет, то Ювентус, как и должно быть в такой группе, будет на первой строчке. Сейчас мы посмотрим, сколько нужно победить Порто. Порто нужно победить как минимум со счетом 5-0. Вот если 5-0 будет такой разгром, то Ювентус пойдет на вторую строчку. Нам сборная Италии предлагает. Так, друзья. Я даже не знаю, принимать или нет. Давайте примем. Потому что это будет наша первая тренерская карьера. И тем более чемпионат мира будет скоро. И я бы хотел бы... Тем более в Италии мы сейчас работаем. Так что давайте на этот, пожалуй, сезон возьмем под руководство и станем тренерами сборной. Вот это я вообще не ожидал. Первая у нас игра. Сейчас я вам скажу, когда только будет. В марте против Чили. Это там Санчи, Свидаль. Так что есть такие симпатичные игроки в этой сборной. И против Уэльса это Гарри де Бейл. В апреле нету, в мае нету. Ну то есть две игры нам дается на подготовку к сборной, к чемпионату мира. Сейчас я даже посмотрю, есть ли Италия на чемпионате мира. Если нет, то я, наверное, откажусь. Нет, она есть. Со второй строчки. Отлично. На чемпионате мира будет участвовать. Давайте. Вот тут как-то так неожиданно все спонтанно получилось. Неплохая сборная Италии. В реальной жизненной чемпионате мира она не участвовала. Поэтому я думаю, за Джану Луиджи Буфона можно снова поднять кубок. Он не играет, я так понимаю, Буфон. Нет, его можно вызвать, кстати. Ну что же, давайте посмотрим. Перин, Вивьяну и Донорума. Давайте Вивьяну я уберу, потому что он пропустил три мяча от нас. Идем дальше. Кирини, Банучи, Ругани, Флоренции, Кришета, Асербии, Дзапакоста. Вместо Арцеби возьму Барзагли. Нет, тут даже нет такого плана, что типа своих пропихиваю. Просто он действительно лучше. Правый полузащитник. Вот они, правые защитники. Так, надо вместо Ругани взять Лево. Без разницы. Там они, наверное, сильно все плохие. Дармиан, вот. Давайте Дармиан возьмем вместо Ругани. Потому что нужны левые защитники, хоть как, но два должно быть. Итак, что тут по полузащите? Де Роси, но у него тут травма, мы видим. Так что с полузащиты все нормально. Пароло, Жоржини, Бонавентурно, Бернардески, наш Маркизио, Веррати. Ну и нападение. Это Инсини, Иммобили, Балателли, Верди, Симона Дзадзе, Андреа Белоти и Стефан Эль Шаарави. Давайте я... Вот между этими двумя пока что под вопросом. Давайте вместо Верди я возьму Джовинку. Мы попробуем как-нибудь в товарищеской игре посмотреть на них. Или может быть вообще вот вместо Пароло попробую взять Верди еще. Все вот так вот, если поехать на первые игры. И надо мне их сейчас всех затестить. Поэтому Шаарави, большое у нас нападение, 8 нападающих едет. Так что посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, по схеме. Что по схеме? Келлини Банучи, кстати, с Банучи я вот теперь поиграю. Он все-таки в Милане там. Так, здесь Инсини. Справа будет Бернардески. Балателли и Мобили. Может быть я даже поставлю так, чтобы и Мобили и Инсини было. Флоренци не знает, что здесь делает. Почему нету в составе Верати. Вот так. И вместо Буна Вентуру могу Джорджинию выпустить. Вот. Но это пока что. Если я захочу начать именно оборонительный футбол, там, например, против сборной Бразилии, если мы будем играть, то, естественно, вот здесь вот я выпущу левого защитника и правого. Это Кришета и Флоренци. Я даже обязательно это сыграю. Наверное, против сборной Уэльса. Что здесь будут играть именно оборонительные игроки. Сейчас задачи сделаю. Вот Инсини пусть вернутся в защиту. У него стоит. Отлично. И тебе тоже нужно вернуться в защиту. В смысле вот играть нападающего. Ему нужно оставаться сзади при атаке. Заболонтировано, заболонтировано. Вот, да, Верати пусть забегает вперед. У него хорошие удары там. Так, и Капитаном. Капитаном будет Буфон, безсомненно. Штрафной слева Бернардеский, штрафной справа, я не знаю. Кстати, он левоногий, почему? Я тогда как им забил? Вот отсюда я тогда им забил, да. Штрафной слева тогда надо другого правоногого. 80 тут. Пока что к 76 нашел. Ну вот, или Инсини, вот, или Маркизио. Сила удара 79, 78, подкрутка. Давайте вот Инсини будет попробовать слева. Дальний штрафной у того силы удара, это, естественно, у Болотели. Пенальти. Так, 78, 92, это, естественно, Болотели. Он один из лучших забивает с пенальти. Левой угловой должна подаваться правая нога, это Инсини. Потому что ему толку нету. И Бернардеский, все. Итак, вот таким. Может быть, мы составом сыграем против Чили и Уэльса. Но пока что у нас будет Лига Чемпионов. Переключаемся и будем играть в Порто и плюс еще Интер. Пока что Роналдо 6 забитых мячей на ИМАР 7. Я так понимаю, они там уже сыграли. Так что подписываемся на канал, ставим на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео про карьеру. И не только. У нас выходят еще и футболисты через 5 лет. Интересная рубрика. С вами был Андрей Хориев, канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.